Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. Глава региона провел прямую линию с жителями Ненецкого автономного округа. В течение двух часов в прямом эфире телеканала Север Юрий Бездудный отвечал на вопросы наших телезрителей и пользователей социальных сетей. Более 30 замечаний поступило в адрес разработчика проекта строительства эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. Они были зафиксированы в ходе общественных слушаний, которые состоялись в онлайн формате. В регионе завершаются дни Ненецкой письменности и культуры. Вопросы остаются. Один из самых острых – сохранение родного языка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телефонных звонков и вопросов в социальных сетях было действительно очень много. К сожалению, не все из них были озвучены в прямом эфире, несмотря на двухчасовой формат общения. Телефонных звонков и вопросов в социальных сетях. Даже если вопросы не прозвучали, хотя я чувствовал, что вы их обобщали, как-то пытались несколько вопросов в один совместить. На все эти вопросы будут даны четкие, понятные ответы. Тем более, что зачастую это был не просто вопрос, это был крик о помощи. То есть, такого рода прямые эфиры жители воспринимают как возможность напрямую обратиться и, может быть, как можно быстрее решить проблему. Восемь новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших семеро горожан, кроме того, выявлен один привозной случай заболевания коронавирусом из Алтайского края. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 169 человек. Еще у двух пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом, на лечении в регионе находится 171 человек. Из них стационарное лечение получают 22 человека, амбулаторное – 149. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3407 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3154 человека. В регионе зарегистрировано 84 летальных исхода от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1 1075 человек. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Наринмара, на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди детей каникулы для школьников Ненецкого округа начнутся на неделю раньше. Такое распоряжение дал губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный во время прямой линии. На сегодняшний день эпидпорог по заболеваемости у детей 7-14 лет превышен на 30%. У подростков 15 лет и старше на 38%. Таким образом, следующая неделя станет для детей последней учебной недели в 2021 году. С 27 декабря школьники уйдут на отдых. Учебный процесс возобновится 10 января 2021 года. Таким образом, каникулы продлятся 14 дней. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах в общественных местах в существующей редакции. Накануне Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах. Предполагается, что эта норма будет действовать в стране до 1 июня 2022 года. Принятый законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Ранее в правительстве заявили, что решения об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Жители страны, у которых нет современного телефона с доступом к интернету, не имеющие доступ к порталу госуслуг, смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании в МФЦ. Законопроект не вводит никаких QR-кодов и тем более точно не про них. Речь идет о едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории Российской Федерации и содержащем данные о вакцинации, перенесенном заболевании или медицинском отводе от вакцинации. А QR-код – это штриховой код, в нем технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки действия сертификата. При этом электронную бумажную форму документа можно, соответственно, получить на госуслугах и в МФЦ. Также проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны или представители власти по месту прохождения службы. Закон о QR-кодах не коснется детей и носит временный характер. Более 30 замечаний поступило в адрес разработчика проекта строительства эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. Они были зафиксированы в ходе общественных слушаний, которые состоялись в онлайн-формате. Тему продолжит Алина Ваучейская. Общественные слушания по проекту оценки и воздействия на окружающую среду при строительстве эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения прошли на площадке администрации Заполярного района. Ввиду ковидных ограничений, проводились они в режиме онлайн на площадке Zoom. Впрочем, несмотря на такой формат, дискуссия получилась довольно живой и горячей. К конференции подключилось несколько десятков экологов, представителей исполнительной и законодательной власти, общественников, журналистов и просто неравнодушных жителей Ниньинского округа. Обсуждали оценку воздействия на окружающую среду. Сейчас объясним, что это такое. Термин взят из международной практики. В соответствии с Федеральным законом России об охране окружающей среды, ОВОЗ – необходимая при планировании любой хозяйственной деятельности в природной сфере процедура. Она позволяет оценить характер, интенсивность и степень опасности влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения. Экологи отметили, что рассматривать проект нужно в комплексе, а не по отдельности. Особую обеспокоенность выразили представители Всемирного фонда дикой природы. У людей, у общественности, у экспертов множество вопросов, которые связаны именно с освоением, для чего оно осваивается, что будет конечным продуктом, как это будет транспортироваться, этот конечный продукт. Вот эти все вопросы, они не были вчера озвучены и получены. То есть мы рассматривали только материалы ОВОЗ. Но мировой опыт и наш лучший опыт отечественный показывает, что надо вот такие подобные проекты, прежде чем выходить на общественные обсуждения, нужно дополнительно их освещать, объяснять. За два часа общественных слушаний свое мнение выразили общественники, депутаты, экологи. По итогам слушаний поступило порядка 30 письменных замечаний от профильного департамента граждан и общественных организаций. Разработчики ОВОЗа, научно-исследовательский проектировочный институт нефти и газа Ухтинского государственного университета, приняли к сведению все поступившие замечания и предложения. Как пояснил исполнительный директор компании-разработчика, их направят в профильные ведомства для экспертной оценки, на основании которой будут внесены правки. По законодательству мы еще ждем, пока все замечания поступят. На данный момент зафиксировано, на мой взгляд, порядка 50 или 70 замечаний. Но они продолжают поступать, мы их все получим в течение 10 дней, будем отрабатывать. Не знаю, как заказчик посмотрит, необходимы ли будут дополнительные какие-то обсуждения, или это будет все направлено в государственную экологическую экспертизу. Свои замечания высказали в департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ниньского округа. Без согласования всех этих требований экологических, без прохождения государственной экспертизы, без прохождения контрольных всех мероприятий, контрольно-отзорных ведомств данный проект не будет согласован для реализации. Ну и более того, хотел отметить то, что решения о строительстве завода на текущий момент его нет, мы его не видим. Мы видим только обустройство именно скважинного фонда и вахтового поселка. Свою позицию относительно прошедших накануне слушаний по Кумжинскому месторождению озвучил губернатор Ниньского округа Юрий Бездудный. В оценке проекта было и будет это безопасность людей и сохранение уникальной арктической природы. Никакими деньгами нельзя оценить жизнь и здоровье людей. Кроме того, глава региона отметил, что все проекты разработки месторождения на территории Ниньского округа должны проходить независимую экологическую экспертизу, а затем и процедуру общественных слушаний. И только после всех полученных заключений могут приниматься какие-то решения. Главным критерием в оценке любого инвестиционного проекта будут не суммы инвестиций и налоговых отчислений, а забота о людях, безопасность людей, безопасность жизни и здоровья людей и сохранение уникальной арктической природы. Алина Волчейская, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Дни ненецкой письменности и культуры, которые проходили в регионе в течение месяца, завершаются. В их рамках в округе прошли многочисленные мероприятия и акции, в том числе в Ненецком краеведческом музее, где работает постоянная экспозиция, рассказывающая о традициях ненецкого народа. Подробности в следующем сюжете. По-русски аркан, по-ненецкий тензей. Плетется такая веревка из четырех кожаных полос. Так на экскурсиях в Ненецком краеведческом музее можно не только познакомиться с бытом ненцев, но и послушать родной язык местного населения. Лариса Латышева с интересом и любовью к родной культуре рассказывает об устройстве чума, внутреннем убранстве, санях и традиционной одежде. Прошла экскурсия путешествия в Ненецкое стойбище, которая проходит у нас практически ежедневно. То есть каждый житель города, округа может заказать эту экскурсию именно по этнографической части постоянной экспозиции Ненецкого краеведческого музея. На экскурсии в краеведческом музее посетители могут погрузиться в культуру ненцев, своими глазами увидеть традиционную одежду разных тундр и даже послушать легенду о появлении собачьего меха на панец женщины из Канинской тундры. Однажды к ним пришел глава Нижнего мира и захотел, чтобы человек начал обладать всеми плохими качествами. А уже полную версию легенды вы можете послушать из уст Ларисы Латышевой на самой экскурсии. Дни Ненецкой письменности и культуры дополнительно напоминают нам о важности сохранения родного языка. Ненецкий язык в нашем округе благодаря таким именно дням будет жить в веках. Нужно работать, как мы говорим, со всех направлений, со всех фронтов. Это должны работать обязательно и семьи, то есть это языковые гнезда, которые сегодня существуют. Это должны прилагать усилия и учреждения образования, учреждения культуры, а также и органы власти. Петр Алексеевич Литков отмечает важность поддержания национальных поселков, ведь для сохранения культуры языка нужны условия. Мы отстаем от других национальных округов развитие своего языка. Если поступать к практическому воплощению, чтобы сохранить язык, я хотел бы сказать, что надо, во-первых, учить специалистов, специалистов учителей. Старейшины Ненецкого автономного округа очень переживают о сохранности ненецкого языка, ведь родную речь все реже можно услышать в повседневной жизни. «Языковая ситуация в Ненецком округе сложилась неприятная, даже, можно сказать, критическая. Дело в том, что дети получают знания в школе, на уроках, дошкольники, малыши получают какие-то знания по родному языку в садиках, а когда приходят домой, там нет общения на ненецком языке. Эти знания, которые получили в школе и в садике, они их не закрепляют». По мнению почётного работника общего образования Марины Хатензейской, всё идёт из семьи. Задача родителей – привить детям уважение и любовь к родной культуре и языку. Ведь важно желание и заинтересованность молодого поколения, мотивация хранить традиции. «Ну, конечно, это длительный, длительный психологический процесс. Сразу так всё не изменится. Но есть такой выход, на мой взгляд, один из выходов. Это развитие устной разговорной речи в семье, в окружающей среде, вне школы, вне садика». Дни ненецкой письменности и культуры помогают пробуждать у детей и молодёжи интерес к истории своего народа, традициям и языку. Мероприятия проводились не только в столице региона, но и в отдалённых сёлах. «Была межмуниципальная выставка-ярмарка с северной просторы и стыкл мастер-класса по университетному рукодельнику». В учреждениях города, сельских школах и домах культуры проводились множество мероприятий, в их числе вечера поэзии и фестивали народного творчества. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе мероприятия проходили без зрителей и соблюдением противоэпидемических мер. Часть из них в онлайн-формате. В выставочном зале Дворца культуры Арктика прошла литературная гостиная, посвящённая творчеству Сергея Есенина. Гости услышали не только знаменитые произведения поэта, но и узнали подробности жизни лирика. Подробности далее. Под аккомпанемент гитары стихотворения Сергея Есенина превращаются в песню «Устал я жить в родном краю» – одно из знаменитых произведений автора. Но не только оно прозвучало на литературной гостиной, посвящённой тонкому лирику. Этот вечер мы проводим совместно с театром Творецкого, актёры которого будут исполнять литературные произведения. Кроме того, наши посетители смогут услышать произведения Сергея Есенина, положенные на музыку в исполнении гостя нашего округа Александра Хвастова. Александр в нашем городе оказался проездом, но увидев информацию о литературном вечере, недолго думая, решил присоединиться. Ведь творчество Сергея Есенина не может оставить равнодушным. Тонкий лирик из Рязанской области написал произведения, которые отзываются в душах людей и по сей день. А сам Александр родом из Тамбовской области, которая находится недалеко от родины поэта. «И ещё будучи школьниками я посещал эти места. Они наложили серьёзный отпечаток для моего дальнейшего погружения в тему творчества поэта». Подобные литературные вечера проводятся с целью популяризации творчества великих поэтов и писателей. На них вы узнаёте новые и интересные детали из жизни. А также можете услышать знакомые произведения устами нынешнего поколения, чтобы лишь на шаг приблизиться к творчеству литературных гениев. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова